Добрый день, дорогие горожане! И снова, как всегда, в воскресенье, в дневное время, программа «Горожане в эфире», который с удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сейчас я вот хочу отпить замечательный березовый сок. Возможно, в дальнейшем, скажем так, с ягелем хлеб-то отведать, в компании очень хороших людей, очень хороших горожан, которых мне порекомендуал Александр Берегович Подгулов. Я к нему обратился по вопросу участия общественности в освещении хода вакцинации. Он говорит, о, Дима, у меня есть замечательный человек, человек в возрасте, почетный, и самое главное, специалист, врач-эпидемиолог. Мы вот сейчас проводим время, сейчас потечет плавная, неспешная беседа с одним из горожан, с Виктором Федоровичем Чернявским. Так. Да. Здравствуйте. И Эмма Захаровна, его супруга. Здравствуйте. Приветствую вас всех. Здравствуйте. Дорогие телезрители. Ну, хотел было начать, ну, с такой, близко, конечно, к научной, возможно, я загружу немножко, да, близко к научной теме, но, вот смотрите, сталкиваюсь я каждый день с тем, что народонаселение, наше народонаселение, наши с вами горожане, сограждане, они очень, не то чтобы негативно, а с опаской относятся к вопросу вакцинирования. Вы, я так понимаю, сами вакцинированы, зимой еще получили вакцину, да? Одним из первых. В январе. В январе. Накануне своего дня рождения. Накануне своего. За три дня. За три дня до 89-ти Виктор Федорович получил вакцину. Первую. Да, первый компонент вакцины. И 16 февраля второй. Отлично. Просто мы промолчим, какой компонент, потому что вот насчет производителя вакцины, да, тоже идет определенный спор, особенно сейчас, были определенные публикации и так далее. Просто скажем, что человек привитый. Неважно чем, отечественная вакцина, не файмерная. Да. Почему, ну не пациенты, а люди так осторожно относятся к вопросам вакцинации? Как, по вашему мнению? Ну, мне думается, от медицинской неграмотности и безответственного отношения к своему здоровью. Мой опыт за спиной 56 лет труда, 18 лет врач-инфекционист, 7 лет детские инфекционные болезни, более десятка лет заведующий взрослым отделением городской больницы, главный нештатный инфекционист Минздрава, аспирантура, кандидатская ученая степень. И все это на площадке организации и борьбы, лечения, профилактики инфекционных заболеваний. Будь то дети, будь то взрослые. Но последние 30 с лишним лет я работал врачом-эпидемиологом природно-очаговых и особо опасных болезней. А там мы должны были вакцинироваться сами. Будь то толеремия, обязательно. Сибирская язва, обязательно. Мне довелось работать по обследованию захоронения лиц, умерших от натуральной оспы в поселке Походск. Вместе с учеными института «Вектор», который вот сейчас разработал вакцину, кстати, которой я успешно вакцинировался. Вот сертификат мой. А это сертификат Эмы Захаровны Чернявской. Так что мы дисциплинированные и бережно относимся к своему здоровью. Тем более, ведь нам чётко объясняют. До сих пор, а начали-то ещё год назад, 65+, как только появится вакцина, не теряйте ни одной минуты. Я ждал звонка. Когда мне с работы позвонили коллеги, Чернявский, завтра у нас вакцинация. Как у тебя самочувствие? Я говорю, нормально. Записывайте в план, я прихожу. И вот здесь, чтобы не заговорились и не потерять один очень существенный момент, пословица. В здоровом теле – здоровый дух. Последний раз курил и принял спиртное 18 декабря 1979 года. После этого ни грамма и ни одного окурка. Но добавление к тому, что расстался с такими пагубными, тяжёлыми привётчиками. В рацион ввёл. Вот по весне берёзовый сок. Скоро зацветёт сосна, шишки, сахар. Вот он, сосновый мёд. Мы его отведаем. Я благодарен учёным Института биологических проблем Севера и академику Киршенгольцу. Вот он, ягель. Чёрный хлеб, ягель, витамины. И нашему хлебозаводу пряник с отрубями. А чем он полезен? Обычный пряник? С отрубями. Отруби именно полезны. Здесь отруби специально. Я покупаю у них и спрашиваю пряники с отрубями. Потому что это всё равно микроэлементный состав. В так называемой шелухе, которую мы раньше выбрасывали. А там микроэлементы-то необходимые. Они же есть. Это раз. И второе, клетчатка, два. А с возрастом, ну, где-то что-то недомогает. Ну, и, что говорить, пищеварительный тракт. Что-то не съел. Что-то не так совсем в порядке. Но когда принимаешь клетчатку, витамины, рацион, то более-менее всё хорошо. Таким образом, мы пошли на вакцинацию осознанно, подготовленные. Как я уже сказал, повторяться не буду длительно. Следовательно, мы ожидали, что на вакцину наш организм ответит соответствующим позитивным образом. Ни домоганий стучу по привычке по столу не было ни у меня, ни у Захаровны. Ну, и, как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. Дай Бог здоровья и вам, и всем якутянам. Последуйте примеру. Ну, шаговая. На каждом углу. Углу. Ну, около сотни перевивочных пунктов. Но ещё что. Мы к этой проблеме вернёмся, если не заговоримся. Российскую вакцину Сан-Марыно, княжество, государство на территории Италии. 35 копейками населения. Тысяч. 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 А то копейки не зала. Приобрели российскую вакцину, вакцинировались. И буквально вот на сегодняшний день, знаете, что у них получается? Не то, что не регистрируется заболеваемость среди населения этой маленькой республики. Они пошли дальше. Остатки вакцины российской. Думаете, что они делают? Препродают. Приглашают туристов на неделю. И российской вакциной оказывают платную услугу. И в очередь иностранцы едут не для того, чтобы посмотреть Сан-Марина и посидеть в кафе. А для того, чтобы получить высокоэффективную российскую вакцину. Притом за определенную плату. Вот не буду говорить, перевирать. Но то, что умные люди делают коммерцию, и коммерсализация идет, и стыки искрят и те наши партнеры, которые разрабатывают свои вакцины, как они прессингуют наши вакцины. Поэтому, уважаемые якутяне, поверьте специалисту, повторюсь, за плечами 56 лет работы на поприще борьбы с инфекционными болезнями, как среди детей, так и среди взрослых. Сам вакцинировался, работал по особо опасным инфекциям, вакцинировался. И если бы я этого не делал, меня бы не допустили к работе. Да не дай бог, мы же в очагах были, работали и на холере, работали на бурцеллезе, работали на сибирской язве, на псевдо, лептоспироз. Перечень огромная. Куда опаснее, чем коронавирус, да? Я бы так сказал, вот из названных шести семи инфекционных заболеваний, по крайней мере, бурцеллез, сибирская язва, они биологическое оружие. И природа это дала. Мы были на чеку, и эти инфекционные заболевания, так и назывались, карантинные инфекции. Строгий-строгий режим, чтобы не завезли, чтобы, не дай бог, не просмотреть вдруг, если с ним встречаешься. Ну и к тому же еще мы всегда помнили о природной очаговости, потому что возбудитель может дремать, спать. И микроорганизм очень хорошо переживает в условиях вечной мерзлоты. И когда мы работали по натуральной оспе, и когда мы работали по другим проблемам, то ведь если вирус натуральной оспы сохранился в захоронениях сто с лишним лет, а палеомикробиология от мамонтов, 18 тысяч лет, ровесники мамонтов, вместе с носителем спали в условиях вечной мерзлоты. И ничего, живые, живые. Но мы-то проблему эту подняли, мы ее изучили, и мы, по крайней мере, дали практические предложения, нужно быть бдительным. Так сейчас, по этой конкретной, всем наболевшей для населения проблеме COVID-19, я не буду вдаваться в подробности, откуда он взялся. Но практика все-таки подсказывает. И есть два, так сказать, мотивированных мнения. Или это природно-очаговая инфекция. Носителем являются вроде бы какие-то летучие мыши, а потом оказалось, что это не летучая мышь, а это совершенно самостоятельный биологический вид, рукокрылые, которых употребляют в пищу. А летучая мышь – это совершенно другое вид. Таким образом, если посмотреть внимательно, то как же через промежуточного хозяина вирус все-таки попал на человеческую популяцию. И в первый случай официально все-таки были зарегистрированы в Китае. Но в моем опыте ученые-биологи отловили летучих мышей в каменоломнях солевых валёками для изучения. И вдруг звонок. Это было лет 15 назад. Виктор Фёдорович, не могли бы Вы взять на исследование головной мозг летучих мышей? А в чём дело? Они мне, нам правду видно до конца не сказали. Но раз звонок был, а мы знали, что бешенство от летучих мышей всё-таки может иметь место. Выставляем условия, приходим. И с холодильника на рабочий стол взяли пробы под крышей обозначенного научного учреждения. А потом переслали на исследование в Омский институт природно-очаговых инфекций, где находится единственная лаборатория по бешенству. Тогда уже, по сути дела, и после Института полимелита, и в Советском Союзе. А в России она сейчас единственная. И выделяет вирус бешенства от летучих мышей, отобранных в период предстоящей начала спячки на зимовку в Олегминском районе. Сюрприз? Сюрприз. Ну, надо знать. Поэтому не будем вдаваться в подробности. А ситуация предметно-конкретная. Для того, чтобы получить такой документ, сертификат, нужно, не затягивая время, пойти и получить прививочку. Которая доступна. Бесплатно. И наши вакцины, это уже официально. Уже, наверное, все об этом знают. Я не понимаю, почему еще не верят окончательно. вакцины, но ведь осложнений-то намного меньше, чем там, от других. Я их не буду называть, с тем, чтобы не было рекламы и не было лишней, вдруг, какого-то умника, претензии. Но те вакцины наших партнеров, они более реактогенные. Но ими же вакцинируют не бесплатно. Они все платные. Идет коммерция, идет наживо. У меня друг живет Латвии и делает ремарочку. Типа, почему вам, россиянам, все делают бесплатно? А у нас, смотрите, один производитель, 300 тромбозов в Европе. В Европе только. Один из производителей. Колют. Никто, говорит, на это дело внимания не обращает. Колются. За милую душу, говорят. Второй производитель. Там тоже 8 очень ярко выраженных случаев конкретно. Ну, в смысле, там, говорит, у нас не яйца скаются, не размазывают как бутерброди. А вот конкретно в комоле причина значит в этом. Идет цепочка определенная. В 8 случаев тяжелого, очень побочного явления. Тоже, говорит, глаза закрывают и кукулят. Я вот, смотрите, вы говорите, вам 80 лет и из разряд 65 плюс чуть ли не первым получили. В числе первых, да? В числе первых. Смотрите, может, все-таки для старшего поколения вот я обращался тоже к своему другу. Он работает в сфере иммунопрофилактики. Николай Павлович. я ему говорю, ну, что делать, Николай, закрывать глаза и брать? Ну, не изучено же. Фактически на тот момент, когда один из отечественных разработок поступил в Якут, третья стадия испытаний, она была активна еще. Ведь государство, ну, при всем, скажем так, приступе конспирологии не откажет в том, что, ну, невыгодна смерть граждан. О чем мы речь? Безусловно. Абсолютно. О чем мы речь? Они платят налоги. А нам по возрасту терять нечего. Мы пошли на риск ради того, чтобы убедиться в ее пользе. Эмма Захаровна, а Николай говорит, тебе, возраст уже, говорит, не тот, что ты же не собираешься там детей заводить и так далее, да? Иди, говорит, закрой глаза эту. Возможно там, возможно, и то не доказано. Какие-то побочки есть, но они, судя по тому, а к тому времени подоспели данные из Аргентины, куда 300 тысяч доз отправили еще в прошлом летом осени Аргентина. Аргентина страна такая, достаточно либеральная и у них, опять же, вот это сокрытие информации по ходу вакцинации и так далее нету, да? Поступают данные потом о том, что на 300 тысяч доз полностью освоенных Аргентиной в серьезном случае в побочных реакциях ну там мизер. Два человека умерло и то нет. нет доказательств того, что именно от вакцины. Поступ вакцинального осложнения. Сейчас Аргентина уже производит, сегодня Путин, президент Аргентины объявляет о запуске производства по нашей технологии нашей же вакцины в Аргентине. Подпевает статья очень уважаемым медицинским изданием Ланцет о том, что третья стадия испытаний подразумевает чуть ли не 100%, 91% правда было. Близкую к 100% эффективность вакцины, которая спутник. Не будем говорить. Есть пептидная, есть рынка, есть сейчас вот подоспела уже третья уменьшевленная вирус, инактивный вирус в центре Чумакова. очень много у сограждан было недоверие в том, что может старикам и все равно, а нам молодым рожать. Вот прямо так я отвечаю, мы же рожать хотим, а мы не знаем вот этих возможных последствий. Это же не изучено. Возможно, люди правы, очень мало времени прошло, эпидемия началась, грубо говоря, признана в феврале пандемии прошлого года. Прошел год может опасения людей все-таки обоснованы? Ну, давайте так. В мире нет ничего абсолютного. Всегда на любое действие есть и какие-то реакции. Поэтому для того, чтобы люди, которые нас слушают, организм правильно ответил на вакцинацию и в частности на ковид, нужно все-таки иметь трезвый, подчеркиваю, здоровый организм. здоровый образ жизни. Но если... Позитив накладывается на позитив. О чем и речь. О чем и речь. Но, тем не менее, оппонент паратит свинка. Ну, ладно. Отеки спали, и пошел он в детский садик, и в армию отслужил. Я имею в виду молодой человек, мужчина, парень. Выходит, создает семью, а детей нет. Паратит, вирус паратита ударил по семянникам молодого подростка, и он потерял способность иметь собственных детей. Поэтому в нашей практике, лично моей, когда мы пошли в очаг обследовать захоронение лиц умерших от натуральной оспы, несмотря на то, что у меня с детства очень хороший рубец, мы все 18 человек вакцинировались. 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 боксом и имел тяжелую посттравматическую травму. Может быть, с какими-то определенными последствиями. Но он же получил вакцину, и он единственный дал осложнение. Подняли литературу, изучили всю историю вопроса, и оказалось, что, в частности, на вакцину против натуральной оспы 0,04% возможны осложнения, в том числе и со стороны центральной нервной системы. Вот он и попал в эти 0,04%. Но он бы не мог попасть в эти 0,04%, если бы он не получил эту по абсолютным рабочим показаниям допуск в очаг истину о том, что у него была большая черепно-мозговая травма. Поэтому все же говорят и объясняют, никто не поголовно абсолютно... Не гарантирован. Нет, и всех не ведут. Не безопасно. Ты приди, скажи, я согласен, хочу вакцинироваться. Но прежде чем тебя взять на вакцинацию, поднимут, посмотрят, побеседуют. И если противопоказаний нет, то тогда, пожалуйста, бесплатно и защищайся. Но вчера слушаю выступление народного депутата Николая Николаевича Васильева, главного врача. Медик. Медик. Больница 2. Около 20 человек в реанимации, около 10 человек на искусственной вентиляции легких. И каковы будут исходы? Они же тяжелые, поэтому проблема есть. Но и заболела-то буквально вчерашний зампред дала информацию, которая является руководителем штаба по борьбе с ковидом. 106 человек на сегодня. 100 с лишним человек вчера суточные. А может быть, сегодня еще 100. А может быть, дай бог, меньше. Но если мы пойдем и получим, как в тех же, почему-то часто-часто упоминают Соединенные Штаты Америки. Ну, там-то уже 10 раз население более реактогенной вакциной получили, и не бесплатно, а у нас. Ну, будь любезен. Береги свое здоровье. Оно в твоих руках. Нет. Ну, мало того, что он ставит под угрозу личное здоровье, он же ставит под угрозу здоровье и близких, и окружающих. Я не буду называть фамилии, но буквально наши друзья из Санкт-Петербурга, это было 3 дня назад. Мы ее хорошо знали, Ема Захаровна особенно. Вся семья вакцинировалась, и ей 72 аллергии. Ну, вроде бы. Ну, и то, что там под защитой можно. Медицинские показания были. Ну, вроде бы. Не вакцинировалась. Она не была вакцинирована. Но потеряли же ее. Но по медпоказаниям ее отвели. По медпоказаниям. Ну, вот видите, по медпоказаниям потеря – это и есть потеря. Но когда у тебя нет противопоказаний, но ты рискуешь своим собственным здоровьем вплоть до самого печального исхода, этого допускать никак нельзя. Смотрите, Виктор Федорович, я очень много перерабатываю информацию, ну, по части, особенно в период подготовки к записи программы. BBC. Ну, отнюдь не лояльная к России, скажем так, средству массовой информации. Английская. Средственная. Не говорят, какую, да? Опять же, более реактогенную и так далее. Поголовную. На 95% снижается смертность от ковида. Да. На 95%. Работает штаб. И тот, кто хочет узнать истинную цифру, пусть позвонит по горячей линии и ответит, и сколько заболело, и сколько погибло, и сколько, и где, когда, при каких условиях, чем можно вакцинировать, с тем, чтобы сберечь своё здоровье и близких. Вот я так отвечу. И прямо, и неуклончиво, не уходя от судьи. Обращайтесь в официальную очередь. Конечно, конечно. Абсолютно право. Да. А вот смотрите, вы как вообще, вы, ваша семья, перенесли вот период ограничений с прошлого года? Вот такой философский вопрос. Как вам эмоционально, психологически, да? Да. Ну, дело в том, что касается меня, я психологически дисциплинированный. Более полувека работать в области карантинных, особо опасных и природно-очаговых инфекций, и потом вести себя недисциплинированно, беззалаберно, ну, это не гоже. Это просто так нельзя. Но переносить-то, конечно, изо дня в день, изо дня в день, это всё. А потом что? Давайте вот по мелочёвке. Когда только предложили масочный режим, первые-то маски мы покупали по 3,60, потом по 6 рублей, а потом сразу по 28, а потом по 48. Так вот, видите, коммерциализация. Вот тому, кому нужно продавать эти маски, тряпьё, ему выгодно, чтобы... Ограничения были? Чтобы... Обстановка сохранялась. Чтобы обстановка сохранялась. Чтобы люди не вакцинировались. Чтобы страх... Ведь сейчас впервые появился и новый термин. Инфодемия. Инфо... Пандемия. Пандемия. Инфо... Информационное враньё. Неправда. Оно воздействует... На психику. На фому неверующего. Страшнее. Всякого авторитета. Но всё-таки, пользуясь случаем... Да, никогда я о себе так не говорил. Уважаемые граждане, якутяне, горожане, сельчане. Я обращаюсь к вам, как специалист, как учёный, который более полувека работал в области предупреждения, распознавания и лечения особо опасных болезней. Поэтому ковид для меня, как для специалиста, я его воспринимаю так, как нужно. Грипп сосложнений. Так, как нужно. Вот. Умно, хитро это скажу. Но не выполнять рекомендации для того, чтобы оградить от риска себя и окружающих, я обязан подчиниться общей дисциплине. Несмотря на то, что сколько бы я не пил берёзового сока, сколько бы я не кушал для иммуномодуляции хлеба с ягелем, сколько бы не грыз баряники со трубями и не пил чай с мёдом из сосновых шишек, дисциплина, административный ресурс. Он есть и должен выполняться. Поэтому, Эмма Захаревна, ваше слово. Всех. Вакцинироваться. Да. У кого нет только показаний по медицине. Вот меня не одновременно с ним вакцинировались, а именно убедились в моём состоянии здоровья. Хроник. Много у меня заболеваний. Внимательно в поликлинике отнеслись, поддержали. Какие-то уколы, какие-то системы. Я была готова попозже. Александр Сергеевич. Пушкин. Очень благотворно провёл время в карантине. Попав. Но он неоднократно нарушал это. Он нарушал. Но его застава, контрольные управления, дорожные службы, более 20, около 20 раз его карету возвращали назад в Болгин. Вот именно. И за это Болгинская осень Пушкина, поэты и любители Пушкина, сколько он сделал за этот период времени. Но он же не впал в истерику. Он стремился к своей невесте Наталье в Москву. За неё переживал. И где-то там какие-то, ну, письма, задержка. Он же стоял, что называется, в стрессовом состоянии. Но он подчинялся. Он подчинялся и выполнял. Мне повезло. Не подчинялся. То, что я имею вот эту книжку. Но смотрите, как она называется, интересно. «Драматическая эпидемиология и творчество Александра Сергеевича Пушкина». Эту книжку написал мой коллега по работе. К сожалению, его нет. Он не от ковида ушёл. Доктор наук. Занимался природно-очаговыми особо опасными болезнями. Лет 20 был заместителем директора по науке Омского института природно-очаговых инфекций. Владимир Константинович Ястребов. Страшный дедушка ковид. Он под деревом сидит. Так что может заразиться и мужчина, и девица. Старичок и грудничок. Так, все, кто встретится, всех прохожих заразит. Страшный дедушка ковид. Спасибо Корнею Чаковскому. Он, возможно, так бы написал. Возможно. 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 Давайте Маяковского. Маяковского. Хорошо. Маяковский. Глазище протри и внимательно глянь на город. Спустилась буржуйская дрянь. Заморским чудовищным рылом. А мы ее мылом, мылом, мылом. Давай-ка, товарищ. Не стой, словно пень. Мой. Мыль. Очищай. Три руки. И лень. Поставим позу обидную. Эту заразу ковидную мылом, мылом, мылом. В пользу своих коллег. Их же труд нужно отметить. Проявила стиль санация. Поддержав самоизоляцию. Природная репарация пошла на реабилитацию. Смотрите, что вам. Ленинградцы. Самоизоляция. Видите? Это все интересно. Роль ученых. Я в ангелами. Дар действа. Величество вакцины. Пропись достойна заглавными. Гам. Ковид. Вак. Спутник. В. Величины. Это уже я говорю о наших вакцинах. А вот сам-то паразит какой. Он же работает на СЭП. Вот они, шипы. Ну и когда он сосудами и тромбирует, это уже трудная вещь. Паразит многоликий Янус. Бега по планете меняет лик. С гримасой блуждающий вагус. Жертв пикует шипами востык. Ну смотрите. То британский, то африканский, то итальянский, то китайский. Куда, в какую популяцию он попадает, он меняет свои некоторые характеристики. И в худшую для нас всех сторону. А вот и президент, и глава республики, все говорят, орудие с главным калибром стало на охрану отечества. Оружие с иммунным титром призвано спасать человечество. К российскому слову в соло добавлен дуэт, затем трио. В квартет вакцин на четверть долю спутник лайт. Разовое диво. Для детей-то уже готовят. Не сегодня, а завтра уже для детей будет вакцина. Мы не стоим. И направленность строя тут одна. Вакцина-профилактика – жизнь. Без иммунитета быть нельзя. В нем силы превыше тяжких тризен. Якутяне, подумайте, все взвесьте и до ближайшего шаговой доступностью прививочный пункт, где вы получите защиту в форме нашей российской вакцины. Спасибо, Виктор Федорович. И в завершение разговора я… Может, это попадет, может, не попадет. Опять же, изучая материалы, я сталкивался с тем, что в 50-е или в 40-е годы в Москве очень жестко был пресечен ВОЗ… Оспы. Оспы. Оспы или… Оспы. Оспы. Да, очень жестко. Очень жестко. Буквально город был отцеплен. Все контакты вот этих разносчиков были выявлены в считанные часы. Да. Несколько человек… Да за пять дней там где-то, меньше чем за неделю, все локализовали. И, что называется, не допустили распространения. Почему мы этого не видим в 2021 году? Давайте так. Всеми признана советская медицина и советская эпидемиология и вообще российская школа медиков, кого бы мы ни назвали, Пирогова. А он, его термин до сих пор жив. Сначала организация, а потом медицина. И вот он на поле брани с огромными травмами, реализуя свой тезис, установку, он же спас сотни тысяч россиян. Здесь же предлагают. Избалованные. Скорее всего. И еще одно, наверное, вот это ватсап, фейсбук, вот это все ложная информация. Ну, раз Александр Григорьевич рекомендовал вам встретиться со мною, давайте мы и Александром Григорьевичем все-таки русской общины и закончим. Считаю, одна недалекого, видно, образовательного уровня рассылает от имени Совета русской общины информацию. Если коротко, не ходите, опасно, страшно, нельзя этого делать. Я сразу тут же звоню Александру Григорьевичу и говорю, слушай, кто этот, сделай-ка ей замечание. Выясни, кто. Я с ней не разговаривал. И от Совета русской общины она не имеет права запускать на широкую информационную площадку такую не совсем корректную информацию. Она такую санкцию-то не получала и не обсуждалась даже. Сделал замечание. Ну, а вот стихи, которые я ему послал, он говорит, я в штаб уже сбросил по электронке. Таким образом, закончу я эту поэму, но если у нас еще время, это не для записи, может быть, что-то интересное найдем еще. Ну, давайте все-таки это... Есть два момента. Зарплату нашли деньги в бюджете и повысили. И медики, работая в таких стесненных обстоятельствах, и председатель правительства, и президент России, в бюджете нашли деньги за плату и выдали зарплату медицинским работникам, которые работают в полном экранном защитном костюме. Разве этого мало? Теперь одна фельдшер Волгограда нарисовала 40 портретов медиков, которые, к сожалению, забрал с собой ковид. А одна инициативная из Санкт-Петербурга россиянка организовала фонд помощи семьям погибших медицинских работников. Таким образом, художники отреагировали сами по фонду тоже что-то с тем, чтобы помочь. Ну и художественное слово, которое здесь это пойдет, и я последний на оптимизме, допустим, в общем и целом, надеюсь, все будет благополучно. Якутяне справятся с задачей. Каждый северянин поштучно герой в нелегкой победе нашей. Так вот, с тем, чтобы каждый якутянин, оставаясь индивидуумом, личностью, но делал нашу общую республиканскую победу, российскую победу, и мог бы наслаждать ее нашей, он должен пойти и получить вакцинацию бесплатно. Это его вклад. Спасибо, спасибо, Виктор Федорович. На самом деле, вот, дорогие горожане, я не являюсь, дай Боже, специалистом в области особо опасных инфекций, коим является Виктор Федорович. Человек 56 лет отдал именно этой отрасли. И во многое вникать, что правильно Виктор Федорович тоже упоминает, окружающий нас инфофон несет, подчас нет смысла. Потому что, еще раз говорю, ты можешь полезть в этот фон, будучи специалистом. Мы, к сожалению, таких, наверное, специалистов считаны единицы. И очень и очень характерна сноска на советский период, когда, еще раз, были остановлены жутчайшие вспышки, жутчайших инфекций. Именно советской медицины. Я очень благодарен, что представитель именно советского здравоохранения, именно советской медицины, сегодня со мной поговорил в программе «Горожане». Я абсолютно во многом согласен, вакцина должна ложиться на здоровую почву, койми является нашим организмом. И на правах хозяина этой нашей творческой содержательной площадки. Берегите себя, друг друга, ограждайте знакомых, друзей. Вакцинация всех бесплатная услуга. Антиковидный оград людей. Бережешь себя, сохраняешь здоровье окружающих. парня collaborating 미